Здравствуйте! К особенностям проектирования сложных деталей можно отнести создание сдвига и создание оболочки. Опять проверяем проект, над которым мы работаем. Открыть все та же глава 7. Единственное, заготовка нам нужна под номером 07.5. Итак, сдвиг у нас будет спускаться вот этой командой. Сдвиг. Эскиз. А, он уже автоматически его выбрал. Путь. Вот. Вот и все, собственно говоря. Нажимаем ОК. Ну да, вот он, собственно говоря. И наша заготовка включения. Вращение такое. Кстати, как была создана вот эта вот линия, да. Таким вот путем создать 3D эскиз. Ну и здесь вот создается такая спираль. Да, можно там. Выбирается ось начала кардина. И вот так вот можно диаметр выбрать. Там 50 миллиметров. Можно убрать 1 миллиметр. Можно убрать 1 миллиметр. Вот. Угу. Ну и... Ну и... Ну и... Ну и... Сейчас что-то типа. Ну и теперь нажмем сплайн. Сплайн. Сплайн попробуем. Вот. Вот так вот. Таким вот способом. Собственно говоря. Видите. Вот. Можно так вот создать. Собственно говоря. Вот. Эту вот линию, по которой будет двигаться ваша... Ваша плоскость стига. Принять эскиз. Так. Нам вот этот эскиз, он не нужен. Этот нужен. Нажимаем. Да. Выбрало все. Пручем. Путь. Есть. Убираем путь. Окей. Так. Ну и... Создание оболочки. Вот. Команда. Убираем эту плоскость. Так. И толщину. 5 миллиметров. Положим. Открываем выпадающее меню. Добавить. Нажимаем. Выбираем вот эту плоскость. И ее толщину мы выбираем, например, 15. Вот так вот. Эта вот плоскость имеет большую толщину. Тут можно добавлять много. Можно какую-то плоскость удалить вообще. Там. Там. Чтобы вот этого вот не было. Не стоит. Так. Балочка. Она подгружается. Вот так вот. Раз. Сейчас. Грузится. Что там. А. Давайте сделаем так. Так. Оболочка. Выбрать. Вот тут все уже стоит. Ну или вот плоскость выбираем. Оп. Я на ее. Тоже убрала. Абстракция. Бесполезная. Сверлочника похоже. Так. Наши создания сдвига и создания блокчика мы рассмотрели. До скорых встреч. То есть до следующего урока. Продолжение следует...